Первый заместитель главы Анжелика Бузунова подняла одну из злободневных тем – плановое отключение электроэнергии. О них сетевые компании должны заблаговременно уведомлять глав сельских территорий, чтобы те, в свою очередь, имели возможность предупредить руководителей социальных объектов, предприятий и жителей. Для чего глава должен? Он должен позвонить, предупредить в школу, в котельную, что смотрите, в 10 утра до 12 будет плановое отключение. Делают это для того, чтобы поменять шину, еще что-то, улучшить энергоснабжение в зимний период. И людям максимум рассказать. Люди возмущаются, когда они не ведали. Идите к людям и извиняйтесь за временные неудобства. Еще одна важная тема – подготовка к международной выставке Анапа – самое яркое солнце России, которое традиционно пройдет в феврале. По прогнозам, она объединит порядка 250 представителей турбизнеса. Сергей Сергеев потребовал от управления по санаторно-курортному комплексу активнее работать с руководителями объектов показа. Заместитель главы Владимир Забураев поставил задачу в ближайшее время провести комиссию по безопасности дорожного движения, а также внеплановые проверки выходящего на линии транспорта. Еще одно поручение отделу по транспорту от главы – подготовить предложение по улучшению движения на анапских улицах. О том, как Анапа проведет новогодние и рождественские праздники, рассказала заместитель главы Мила Мурашова. Основные мероприятия стартуют 20 декабря и включат флешмобы, представления для детей, спектакли, работу ярмарок, молодежные акции, которые пройдут в городе и всех сельских округах. Предупредить баланс одержателей помещений, где будут проводиться мероприятия, да и на улице тоже, организаторов мероприятий, по безопасному их проведению, особенно в плане пожарной безопасности. Еще раз, проверьте, проверьте выходы, пути отхода, чтобы не было засламленных, средства пожаротушения и так далее, персональная ответственность. Еще раз, время у нас есть, чтобы ничего не умрачило отрасли. Создавать праздничную атмосферу необходимо уже сейчас. Задача руководителям предприятий и организаций – активнее украшать город. Новогоднее убранство на улицах и в центре уже появилось, но, по словам заместителя главы Олега Костенко, этого недостаточно. Статус курорта обязывает Анапу быть городом праздника.